В октябре поступили сведения, что паранормальная популярность ПУБГ может внезапно уменьшиться сразу на треть. Потому что именно такова доля китайцев среди любителей игры. А у властей Поднебесной возникло подозрение, что принципы жанра «королевская битва» и «коммунистические ценности» не сочетаются вообще никак. Игрок в ПУБГ рассматривает других игроков прежде всего как опасных соперников, а вовсе не как товарищей, что недопустимо. Другой тамошний издатель онлайн-игр компания NetEase вовсю строгает шедевр под названием Wilderness Action. Основное отличие данного продукта от ПУБГ в том, что рулить персонажем надо не при помощи клавомыши, а при помощи тачскрина. Потому что запускается игра строго на мобилах. Однако суть осталась прежней. Умереть должны все, кроме тебя. Ну или в крайнем случае, кроме твоей небольшой команды. Узнав, что государство ополчилось на ПУБГ, разработчики Wilderness Action сперва приуныли. Однако китайская хитрость недаром вошла в поговорки. Выход был оперативно найден. Дабы компенсировать зловредное влияние конкуренции на умы жителей коммунистической страны, в игре появились полезные для многократного прочтения транспаранты. Например, охраняя национальную безопасность, охраняешь мир во всем мире. Или никакие препятствия нас не остановят. Ну, лозунгов на свободу с чистой совестью и горячим трудом растопим вину перед Родиной пока что не видно. Поможет ли это избежать официального запрета, пока не ясно. Однако государственная газета Global Times уже похвалила разработчиков за то, что они изменили насильственную природу игры, гармонизировав ее с китайскими особенностями. Субтитры создавал DimaTorzok